Рюльки были для детей, но, конечно, она не очень подходит для старых фондов домов, что она широкая, непроходимая, но зато детям неудобно. Широкие рюльки, надувные колеса, что дает при движении по нашей местности плавность хода. Если обращали внимание, есть коляски с полиуретанными колесами, они все дебезжат. А здесь, когда надувные, ход плавный, детишки спокойнее едут. Рекомендуете надувные колеса, тревые барриколески? Конечно, бывает, что прокалываются, спускаются, но это все мягко чаще. Это да, это 300 рублей. А сколько пользуетесь уже? Ну, полгода. А минусы какие-нибудь замечали уже? Ну, для нас самый главный минус это то, что она нигде не входит. Ну, для новосроек, допустим, конечно, проблем с этим нет. Там и пандузы, и все это. Так что приходится снимать люльки и нести. А так, в общем-то, складывается. Индиго у вас даже? Да. Отличные коляски. Да, они верные коляски. А скажите еще, не могли бы вы дать совет, может, будущим мамам, на что обращать внимание, помимо надувных колес? Ну, тут надо под себя, мне кажется, что кому-то главнее. Мне кажется, кому-то, может, не устроит вот ширина. Но некоторые берут вот паровозики одно за одно и для двоими. Но нам кажется, лучше так, чтобы малышей видеть. Спасибо большое вам за уделение. Спасибо. Всего доброго. Опять же, первый вопрос. По каким критериям вы выбираете коляски? Нам друзья, мы с друзьями. Я тоже, друзьями. То есть просто фирму или там выбрать? Фирму, фирму и саму коляску. И саму коляску. А, и модель коляски, да, по-своему? Отлично. А какой период использования коляски у нас был? А, я... Ну, плюс еще один ребенок использовал уже. А, то есть у вас одна была? Да. Да, уже два. Отлично. Два ребенка. То есть довольно-таки... Она вообще просто... Три года и больше получается. Правильно. Отлично. А за это время, ну, наверняка, какие-нибудь плюсы, минусы будут? Минусы только в люльке. В люльке. А какой? Минус то, что люлька, когда не закрывается, когда ребенок влезет и в снег туда залетает и все. А, нету антишторма? Да, да. Антишторма нет. А так все, она замечательно. Нарекания не было. Ладно. И вот последний вопрос у нас. Может, какой-нибудь совет дали по выбору коляски будущей мамой, которая не определилась? Что для них главное? Знаете, прочность вот эта хорошая, на самом деле зимой, особенно колеса, какие у него хорошие. Проходимость очень хорошая. А так, в принципе, чтобы люлька другая была. Люлька с антиштормом и колеса, чтобы надувные, да, и проходили. Все. Спасибо большое за уделенное время. Всего вам доброго. Чтобы она была венчуительная. Компактная. Трансформер, она разбирается. Люлька снимается. Тарама снимается, складывается. Чтобы нужно было перевозить удобно. Компактная такая была будет. А какое время использования у вас ее? Две недели. Две недели? Ага. То есть минусы, пока плюсы не знаете. Да, вроде устраивают. Критичных минусов нет. И дай бог, чтобы так и было. Скажи еще, пожалуйста, небольшой совет мамам. Будущим. Будущим мамам. Ну, на что обратите внимание, что важно. Вот вы уже две недели использовали. Может, там что удобно, что неудобно. Ну, чтобы амортизация была и, наверное, чтобы размер был удобнее. Люлька? Да, да. Потому что здесь еще и пока не понятно, но со стороны она, кстати, здоровая. Ну, это визуально может быть только. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы выбирали коляску? Мне досталось по наследству, скажем так. А нравится? Да. Плюсы, минусы? Единственное, пружинку. Не знаем, где найти одну. А чего она? Отвалилась. И получается вот здесь трепет теперь. А пружинку нигде найти не можем. А плюсы какие? А плюсы удобные. Колеса большие, нигде не застревает. Удобные везти. И управлять, да, легко? А сколько времени уже владеете ей? Мы четыре с половиной месяца. Четыре с половиной месяца. Ну, и там уже два поколения еще покроют. Понятно. То есть и получается такая надежная коляска, да? И все у вас устраивает за эти четыре с половиной месяца. Ну, есть еще сидячка. Скоро сидячка уже перейдет. А будущим мамам на что рекомендуете обратить внимание при выборе? Запасные детальки главное, чтобы были. Запасные детальки. А габариты важны? Колеса побольше. Потому что есть маленькие колеса, они будут скрывать снегу. Особенно если зимой естит, это очень тяжело. Это какие побольше? Повыше, чем здесь? Ну, вот, большие. Вот такие, как бы, есть вообще маленькие, что они постоянно закрывают. И здесь хотя бы снег нигде не закрывает. Вот это плюс, да, то, что есть пластиковый диск и не забивается ни грязью, ничем, да. А вы знаете, что у вас передние колеса тоже, они блокируются при желании. А мне так, да. Ясно. Спасибо за уделенное время. Всего вам доброго. До свидания.